Физиологические пути стимуляции жиросжигания Основным стимулятором выброса жиросжигающих гормонов является стресс. Стрессовая реакция представляет собой совокупность последовательных изменений в организме, которые составляют общий адаптационный синдром. Первая стадия – стадия тревоги. Она характеризуется развертыванием активности механизма общей адаптации. Типичным изменением в функциях эндокринных желез при этом является усиленная продукция адреналина, норадреналина и кортизола, которых жир боится больше всего. Одновременно активация симпатической, вегетативной, связывающей все внешние и внутренние органы нервной системы резко стимулирует окислительные восстановительные реакции, характеризующие распадом ликогеновых запасов и утилизацией жиров, механизм общей неспецифической адаптации и так далее. Стресс обуславливается каким-либо фактором – стрессом. Какие стрессоры можно взять на вооружение в борьбе с лишним жиром? Первое – силовой тренинг, анаэробный режим работы. В данном случае мы имеем дело с физической перегрузкой, что заставляет организм включать механизм приспособления к экстремальному фактору окружающей среды. Приличный вес штанги, особенно в базовом исполнении, дают неслабую встряску в центральной нервной системе. Центральная нервная система приводит организм в состояние стресса, заставляя его адаптироваться, выбрасывая упаковку гормонов для запуска гомеостатических реакций. Гомеостаз – постоянно внутренней среды. Это то, чем озабочен любой организм на протяжении всей нашей жизни. Силовая тренировка заставляет его мобилизировать энергетические ресурсы для обеспечения мышечной деятельности. Распад и ресинтез АТФ активирует эндокринные функции, управляющие пластическими обеспечениями интенсивно работающих клеточных структур и после окончания работы заняться восстановительными процессами. Какие гормоны нам необходимы для запуска жиросжигания? Адреналин, глюкогон, кортизол, СТГ. При силовой тренировке неизбежен выброс адреналина, так как он выполняет важную роль в активации анаэробного гликогенолиза в мышцах. Значительное использование гликогена мышц возможно лишь при наличии адреналина в количествах, превышающих его уровень в крови и в покое. Через 30 минут работы наступает увеличение концентрации глюкогона, что необходимо для дополнительной стимуляции этим гормоном мобилизации запасов гликогена в печени. И, наконец, для использования оставшихся энергетических ресурсов вступает в работу липолитическое жиросжигающее действие адреналина и глюкогона, которое обеспечивает мобилизацию жировых источников. Номер 2. Аэробные тренировки, бег, гребли, велосипед и т.д. Номер 3. Сауна. Любой перегрев сильнейшим образом возбуждает симпатикоадреналиновую систему, заставляя выходить кровь в дефамин, норадреналин и адреналин. Номер 4. Питание. Прекрасным физиологическим стимулятором жиросжигания является переход на белковое питание. Речь не идет о безуглеводной диете. Просто при обычном питании, как правило, люди перебирают сахаром и жирами. Виновата в этом, скорее всего, гастрономическая индустрия, с ее технологией улучшения вкусовых качеств, сроков хранения и дешевизны. Но эта интересная тема достойна отдельного разговора. Переход на белковое питание в данном случае предполагает ориентацию пищевого рациона на обезжиренные белковые продукты и клетчатку, овощи, овсянка. Прием чистого белка натощак лучше сверточный изолят. Ускоряет темп основного обеда на 15%. Белок требует калорий для усвоения, то есть сам по себе сжигает энергию. Белок не откладывается в виде жира, как углеводы. Белок предотвращает распад мышечной ткани и стимулирует ее анаболизм. Как известно, больше мышц меньше жира. Что касается гормонального изменения при переходе на белковое питание, то оно характеризуется большим выбросом самотерапина, о жиросжигающем действии которого уже было сказано. Номер 5. Сон. Сразу следует сказать, что липолиз стимулирует СТГ, выделяемый в 2 первых часа сна. Для стимуляции подобного выброса желательно соблюдать следующие условия. Последний прием пищи исключительно белковый. На ночь лучше выпить кристаллические аминокислоты с преобладанием аргинины. Исключить вечерний прием алкоголя, углеводов и жиров. Так как все это напрочь блокирует самотерапин. Во время сна организм не получает пищи, а и поэтому переключается на жировой путь питания с помощью жиромобилизующего действия СТГ и так далее. Катаболические процессы во время сна касаются только жировой ткани, если правильно подобрано питание. Для более продолжительного действия гормона роста в течение суток целесообразно добавить дневной сон. Хотя бы часа полтора. Номер 6. Фармацевтические стимуляторы жиросжигания. Среди аптечных препаратов без рецептурного отпуска, некоторые из которых можно встретить и в магазинах спортивного питания, существует множество липолитических агентов. Все их многообразие можно разделить на несколько групп. Номер 7. Адаптогены. Эта группа растений, лимонник китайский, радиола розовая, элеутерококк, оралия, женьшень, левзея и другие, повышают чувствительность нервных клеток и к адреналину, и к его предшественнику. Адаптогены, подобно кофеину, способствуют накоплению САМФ, который, как мы помним, улучшает чувствительность клеток к гормонам щитовидной железы и адреналину. Эстракты этих растений, повышая выносливость и стимулируя работоспособность, не вызывают истощения внутриклеточного САМФ, в отличие от кофеина. Поэтому их можно принимать на постоянной основе. При использовании адаптогенов синтез жиров тормозится. Усиливается окисление жирных кислот при физической работе. Улучшается чувствительность нервных клеток и усиливается процесс возбуждения в центральной нервной системе. Понижается сахар в крови, что стимулирует выброс гормона роста, который улучшает анаболизм мышечного белка и ускоряет липолиз. Номер 8. Аминокислоты. Некоторые свободные аминокислоты активно способствуют сжиганию жира, в основном за счет стимуляции выброса самотропного гормона, в частности гистидин, аргинин, орнитин и метионин. Способствуют поддержанию азотистого равновесия организма, усиливают синтез тироидных гормонов, предохраняют от окисления адреналина, обезвреживают многие токсические продукты. При введении в организм метионина уменьшается количество нейтрального жира в печени и снижается содержание холестерина в крови. Номер 9. Витамины. Такие витамины, как панцентинат, кальция, витамин карнитина, хлорид, непосредственным образом влияют на процесс жиросжигания, понижая уровень сахара в крови. Они способствуют выбросу самотропного гормона. Одновременно повышается синтез ацетилхолина, усиливающего тонус парасимпатической нервной системы, что способствует увеличению силы нервно-мышечного аппарата. Также усиливается синтез стироидных гормонов и гемоглобина. В значительной степени повышается общая выносливость и переносимость нагрузок. Бегать, прыгать можно дольше, жир сгорит быстрее. Кроме того, карнитин и хлорид способствуют расщеплению жирных кислот и проникновению их через мембраны митохондрий, из-за чего часто используются для подсушивания мускулатуры. Ценным свойством витамина является наличие лобильных метильных групп, способных легко включаться в обмен, за счет чего достигаются жиромобилизующий и липолитический эффект. Номер 10. Гормональная терапия. В спортивной практике для максимального жиросжигающего эффекта нередко используются сами гормоны. Наиболее популярным в данном случае являются гормоны щитовидной железы и самотропин. Щитовидная железа самая крупная из эндокринных желез, до 20 грамм. Ее гормонами являются тероксин Т4, триоид тиранин Т3 и кальцитонин, которые регулируют метаболизм кальция и стимулируют его отложение в костную ткань. Т4 и Т3 обладают одинаковыми свойствами, повышают интенсивность метаболизма. Практически всех тканей помогут увеличить интенсивность основного обмена от 60 до 100%. Они также усиливают белковый синтез, увеличивают размеры и количество митохондрий в большинстве клеток, способствуют процессам гликолиза и глюкониогенеза, повышают мобилизацию липидов, увеличивая количество свободных жирных кислот для окисления. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на обучающий канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok